Всем доброе утро! Время 7 утра, я успела помедитировать, поставила сейчас воду закипать, чтобы варить завтрак, и решила пообщаться с вами, начать новый влог. Сегодня отличный день, сегодня в Нью-Йорке не так жарко, но мы с вами будем заниматься интересными делами, и я возьму вас везде с собой. Сейчас мы с вами вместе приготовим завтрак, потом я позанимаюсь немножко своими делами на компьютере, отвечу на имейлы, соберусь, и в 10 часов я встречаюсь с моим другом-фотографом, мы будем делать небольшую съемку на пленочную камеру в Сохо. Я в последнее время так вдохновилась 90-ми и стилем 90-х, мне хочется воссоздать что-то в таком стиле и сделать очень красивые снимки, поэтому посмотрим, что получится. Но согласитесь, что пленочные фотографии имеют более вдохновляющую атмосферу. У нас уже вскипела вода, нужно забросить яйца вариться, я всегда покупаю Pasture Raised, это те, которые были вырешены вне клетки, которые сами ходили, бродили и кушали все с земли. И да, не удивляйтесь, потому что я всегда кидаю яйца уже в кипящую воду, так как я отмеряю именно 4 минуты для варки. Мне нравится, когда яйца внутри жидкие, то есть желток остается жидким, но белок уже такой более-менее сваренный. Это называется вкрутую, правильно? И сочетание авокадо и яиц, это мой самый любимый завтрак, поэтому давайте его приготовим и уже будем завтракать. Ммм, delicious! Ну что, завтрак чемпиона на столе, я готова завтракать. Я обожаю этот завтрак. Я иногда даже себя спрашиваю, ну когда же он мне надоест, но я вот такой я человек. Когда мне что-то нравится, я стабильно делаю это over and over and over again. Я пробовала есть овсянку, после овсянки я голодная через час, у меня вот углеводы вообще меня не насыщают. А когда я ем сочетание белков, жиров и немного углеводов, у меня прям такой баланс, и я где-то 4-5 часов могу вообще не есть. Поэтому давайте начинать этот классный день вместе. Сейчас я позавтракаю и с вами свяжусь. Я сейчас уже на станции в метро, я жду свой поезд, одновременно слушаю аудиокнижку. Я обожаю аудиоформат, потому что это удобно. Куда бы ты ни пошел, чем бы ты ни занимался, включил в наушники, слушаешь книгу. И также, ребята, я хотела вам напомнить, что у меня появился новый инстаграм. Если вы интересуетесь питанием, если вам интересно от меня слушать больше советов по поводу спорта, по поводу вообще правильного здорового образа жизни, то обязательно заходите на мой второй аккаунт. Там вы найдете очень много классной и полезной информации. И также заходите на мой официальный аккаунт, потому что там вы обо всем узнаете самыми первыми. Ну, такое хорошее настроение сегодня, и погода прекрасная, и не жарко, и не холодно. И я просто иду, слушаю музыку и кайфую от этого дня. Я уже подхожу к локации, где мы встречаемся с фотографом. И что ж, сейчас начнем снимать. Скажи привет. Привет. Это Влад. Вот так выглядят прекрасные будние модели. Я уже настолько привыкла переодеваться в Нью-Йорке. В общем, сейчас мы снимем такой очень классный аутфит. Это черные каблуки. Мы сделаем красивые фотографии, я вам все покажу. Смотрите в инстаграме. Мы сдаем пленку сейчас, чтобы проявить фотографии. Сегодня-завтра фотографии уже будут готовы. С каждой минутой становится в городе все жарче и жарче. Мы уже закончили снимать, отдали фотографии проявляться. И сейчас я решила, так как я уже в Сохо, решила зайти в один из моих самых любимых магазинов. У них потрясающие джинсы. Очень стильные. Мне безумно нравится, как они сидят. И вот я пытаюсь его сейчас найти. Так что сейчас зайду, посмотрю что-нибудь. И после этого поеду уже домой обедать. Смотрите, какие крутые джинсы. Именно поэтому я люблю этот магазин, потому что у них такие классные, стильные модели. Я не видела таких нигде. Вот эта модель, мне кажется, очень стильная, стильная вещь. Смотрите. Я сейчас все померю и вам обязательно покажу. I'm super excited. Смотрите, какая классная юбка. Я обожаю джинсу, ребята. Особенно стильную джинсу. Мне кажется, ее так можно круто стилизовать. Ну что, давайте примерять. Поехали. Ну что, я померила первые джинсы. Мне нравится, как они сидят. С какой-то классной, правильной обувью они будут смотреться очень даже стильно. Следующие джинсы выглядят вот так. Мне кажется, с ними можно столько нарядов составить. Поэтому это такая очень базовая, повседневная вещь. Едем домой обедать. Ребята, сейчас уже вторая половина дня. Я нахожусь сейчас в одном из спа Нью-Йорка, куда меня пригласили на массаж. Я думаю, да. Жизнь в Нью-Йорке это действительно постоянный стресс. Как и в любом большом городе. И я чувствую то, что у меня в последние дни накопилось этот теншн. Постоянно голова занята какими-то вещами. Тебе нужно пополнять какие-то задачи. И вот в этом постоянном ритме ты забываешь просто расслабиться и прийти в себя и почувствовать свою гармонию. Поэтому иногда очень важно останавливаться, делать эту паузу, как-то себя благодарить за это. Вот, например, я сейчас массаж сделаю. Я таким образом позабочусь о своем теле, расслаблюсь. И после этого сделаю небольшую медитацию. Медитацию я буду делать в специальной комнате. В специальной такой капсуле, точнее. Я никогда этого не делала, но я вам обязательно покажу. Поэтому давайте не будем терять время. Я пошла на массаж, и мы с вами скоро свяжемся. Смотрите, где будет проходить массаж, ребята. Это солевая комната. Здесь так красиво и атмосферно. Очень приятно пахнет. И мне не терпится начать. Ну что, ребята, мне только что сделали массаж в этой солевой комнате. И я не хочу вставать. Я просто не хочу вставать. Я первый раз за долгое время уснула на массаже. Я просто выключилась. Я настолько расслабилась и дала себе просто отдохнуть. Если вы чувствуете, что вы себя загнали, просто остановитесь и сделайте хотя бы дома какие-то спа-процедуры по уходу за собой. Или просто почитайте, выключите все гаджеты. Это нужно нам в современном мире. Уходить в офлайн, уходить в себя. И просто чувствовать свое тело. Поэтому заботитесь о себе и не забывайте об этом. Но вы же знаете, что я все люблю проверять и спрашивать. Мне интересно, насколько соленая эта стена. Соленая. Смотрите, ребята, ты садишься в такую капсулу, надеваешь наушники, выбираешь программу. Привет, ребята, я дома уже. День подходит к концу. Я хочу сделать блат-тест. Домашний блат-тест. И определить свой тип крови. Я делала такой тест где-то два года назад, и у меня был A-негатив. И сейчас хочу перепроверить, правда это или нет. Потому что тип крови, он на самом деле очень важен для многих факторов. И в том числе очень важно это знать для своего типа питания. Здесь, в общем, в наборе было вот, несколько бумажечек и специальных штук. Это что вообще? О! Для дурачков написано. Первый этап. Я уже не понимаю. А, вот оно что. Вот, у нас здесь есть вот такая запакованная форма. У меня руки, мне кажется, не в того места растут. Короче, я свяжусь с вами чуть позже. Теперь нужно взять вот эту карточку. И на каждый кружок нужно сейчас добавить каплю воды. Урок изо. Теперь самая опасная часть. Нужно сделать дырочку в пальце. Ааа! Ага, так, капельку крови берем. И в кружочек. Смотрите, ребята, в общем, что у меня тут вышло в моей маленькой лаборатории. Ты должен был заполнить своей кровью вот эти четыре все круга. Также потом взять специальные такие вот приборчики и размазать свою кровь по центру и до краев. То есть вот все возможные варианты, чтобы узнать свой тип крови. И как вы можете заметить, все три у меня очень похожи одной текстуры, а этот совершенно другой. И если сравнить с результатами, то вот этот подходит мне больше всего. И это A-negative. Ну и в общем, после того, как теперь ты знаешь свои результаты, знаешь свой тип крови, ты можешь начать гуглить, какой тип питания подходит этому типу, какие тренировки подходят больше всего этому типу, какой стиль жизни, какой муж. Просто решила удостовериться и сделать такой прикольный тест. И показать его вам. Поэтому надеюсь, вы повеселились со мной. Ребята, я очень давно хотела вблизи вам показать это здание. Это 432 Park Avenue, 432 Park Avenue. Это кондо. И чтобы стать владельцем кондо, нужно предоставлять огромный пакет документов. Тебя рассматривают, твоя заявка проверяют тебя очень сильно. И что такое значит кондо? Это значит то, что одно здание не принадлежит одному какому-то человеку, а каждый юнит, каждая квартира, это делится по процентам как shareholder. Так же, как и акции в компании, когда какой-то процент принадлежит определенному владельцу. Так же и в condo buildings, в condo-зданиях. Туда очень сложно попасть. И, конечно, вид оттуда открывается сумасшедший. Я мечтаю когда-нибудь туда попасть. Доброе утро, ребята! Всем привет! Сегодня суббота и время 9 утра. И я захожу сейчас в Central Park. Я сегодня проснулась с огромным желанием быть поближе к природе. И мне просто захотелось куда-то выйти в парк сразу же. Поэтому я позавтракала и оделась. И сразу же приехала в Central Park. Я хочу найти здесь какое-нибудь удобное место сейчас. Потянуться, поделать какие-то упражнения. Походить, погулять, послушать музыку, послушать книжку. И здесь так красиво на самом деле с утра. Посмотрите, насколько спокойно, peaceful. И гармонично смотрится Central Park с утра. Несмотря на то, что он окружен всеми этими высотками. И на самом деле это одни из самых дорогих зданий в Нью-Йорке. Если не самые дорогие. Потому что из-за локации это Central Park. Там находятся все самые важные офисы, магазины. Там же отель Plaza расположен. Конечно же, жить у Central Park это очень большая роскошь. Но мы с вами идем просто прогуляться. И так как у меня вчера была просто мощнейшая тренировка. У меня болят все мышцы. Я просто решила сделать сегодня такой спокойный выходной день для себя. Поэтому просто проведу его в гармонии с собой. Ой, посмотрите, какая прелесть. Смотрите, сколько уток. Я вам постараюсь показать сейчас все самые красивые места Central Park. Которые буду проходить. Здесь есть очень известный мост. С которого открывается потрясающий вид на Манхэттен. Называется Gapstow Bridge. Также, если пройти дальше, здесь есть зоопарк. Здесь есть Belvedere Castle. Это замок. Также здесь рядом находится мой любимый музей в Нью-Йорке. Met. Metropolitan Museum. Кстати, если вы смотрели Один дома, то вы, наверное, знаете вот эту картину из фильма, где женщина с голубями стояла и кормила их. Еще одна причина, почему я люблю Central Park, потому что здесь очень много известных мест, где ты проходишь и чувствуешь, что ты часть этого. Поэтому это просто очень классное ощущение. Вот я уже подошла к этому мостику. Сейчас вам покажу. Вот, смотрите, этот мост. И с него открывается вид на пруд. И вот как раз отель Plaza. Я не знаю, если вы в курсе или нет, но вообще весь Central Park, он искусственно создан. Здесь нет ничего настоящего. Все камни, все деревья. Все было привезено и сделано искусственно. Если вы посмотрите на картину, точнее фотографию Central Park сверху, то это просто такой идеально вырезанный прямоугольник. Такого не бывает в природе. Но все равно, слава богу, есть хоть какой-то доступ к природе, к свежему воздуху. Потому что если бы здесь были только каменные джунгли, я не знаю, тут можно было бы с ума сойти. И вы меня еще очень часто спрашиваете, вот, Настя, ты живешь в Америке одна, бывает ли тебе одиноко? Всегда я имела маленький круг людей вокруг себя. Очень избранный и очень сконцентрированный. И раньше мне казалось, когда я была чуть-чуть помладше, мне казалось, что со мной что-то не так. Потому что у людей в моем возрасте столько друзей, они тусят в каких-то компаниях, у них всегда какие-то вечеринки, какие-то планы на пятницу. А у меня этого не было. Я не курю, я вообще не прикасаюсь к алкоголю, мне неинтересны тусовки. Я, как ваша бабушка, иду спать в 9.30 и встаю в 6. Я такая, какая я есть, и я не вру себе. Вот это сделало меня по-настоящему счастливой. И мне настолько стало все равно, что и кто обо мне скажет. Поэтому нет, в большинстве случаев я не чувствую себя одинокой. И еще я очень рада, что в таком раннем возрасте я осознала важность здоровья, важность правильного питания. Если кому-то я окажусь занудной, скучной, неинтересной, вы можете просто меня не смотреть. Чем дальше, тем лучше. Поэтому лучше в 19 иметь дофига и в 25 уже стать суперуспешным, чем в 25 проснуться и понять, что ты потерял всю свою молодость практически на тусовке и на тупой алкоголь. Давайте я поставлю камеру, включу музыку, и мы с вами сделаем небольшие упражнения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok